Продолжаем дневной разворот. Светлана Занько, Дарья Топузлеева, представитель нашего гостя, немедленно не отходя от кассы, что называется, Алексей Торопов, руководитель Вятского палеонтологического музея. С нами, Лёша, привет. Да, привет всем. Мы сейчас будем говорить о том, чем живут кировские палеонтологи в течение этого лета. Надо сказать, что мы уже серию таких эфиров делаем. Палеонтологический музей очень активно работает. И повод очень хороший для нашей сегодняшней встречи. Мы не только об этом будем говорить, о чём я сейчас сообщу, но начнём с этого. Повод очень хороший. На этой неделе в Котельнич, под Котельнич, на местонахождение вятских париозавров выехали, выезжают, приезжают активисты, волонтёры, которые... В общем, волонтёров ждали всё лето. Об этом сообщал постоянно Вятский палеонтологический музей, потому что необходима помощь при раскопках, и достаточно много артефактов там находится. Но здесь очень интересный выезд. Это волонтёры, которые будут идти по берегу Вятки в районе местонахождения, а это даже 17 километров вообще-то. Представляешь, какой участок? Там их несколько, этих местонахождений. Будут собирать мусор, который оставляют туристы, и который приносится рекой. Они его будут сортировать. И что-то ещё делать, что ещё будут делать, я не знаю. Но сейчас мы хотим связаться... С Настей Скурихиной? Да, с Настей Скурихиной. Вятка без мусора, сразу будем говорить. Тоже наш любимый спикер и друг. Известная личность в городе. Настя запустила много лет назад проект по раздельному сбору мусора, и он набирает обороты, слава богу, в Кировской области. Уж как может, как частная, как низовая инициатива набирать. Вот Настя нам расскажет, кто поедет, как поедет, и почему они там ещё решили и сортировать этот мусор, зачем вообще это всё нужно. На самом деле, насколько это вообще актуальная проблема? Сколько там этого мусора? Я просто ни разу не была. А, Алексей, вы там наверняка бывали. Ну, так получилось, да. Несколько раз пришлось бывать на котельническом местонахождении. На самом деле, проблема, она же не только по... Ну, к котельничью может это относиться. Дело в том, что культура наших людей зачастую оставляет желать лучшего. Если ты приезжаешь на отдых, и там, в общем-то, красивое место, убери за собой мусор, чего на котельническом местонахождении часто не происходит и не случается. То есть, всё-таки, Лёш, всё-таки, скажи, пожалуйста, мусора от туристов больше остаётся, чем от принесённого рекой мусора? Ну, мне сложно предположить, откуда река может принести только что использованные батарейки или вот пластиковую бутылку с остатками, не знаю, какого-нибудь газированного напитка. Батарейки даже оставляют, да? Батарейки, свинец, пластик, пакеты, лёска, всё что угодно. Весь набор. Анастасия, насколько я понимаю, у нас на связи. Анастасия? Да, добрый день, да. Добрый день. Настя, сколько волонтёров удалось собрать? Кто поедет? Как вообще будете добираться? Что с собой берёте? Я не знаю, за сколько рассчитываете вообще всё это расчистить? Ну, вообще у нас изначально речь шла, что с сегодняшнего дня можно будет добираться самостоятельно тем, кто хочет приехать на своём транспорте. Наш организованный выезд будет 25 июля, но мы как раз сейчас ещё обсуждаем, куда конкретно мы поедем, потому что, как выяснилось, у нас народ очень отзывчивый, на волонтёров набралось много, поэтому, скорее всего, к 25, если говорить с сегодняшнего дня, начнётся работа, то к 25-му, конечно, основное место, как мне объяснили организаторы, на месте будет прибрано, то есть, соответственно, мы, возможно, будем где-то около Котельничьего, недалеко, то есть там, где тоже есть месторождение, где раскопки ведутся, я так понимаю, но это не само место. Не Соколья гора. Настя, а ты говоришь, народ оказался отзывчивый. Давай как-то в цифры переведём эту фразу, какое количество людей заявились и кто эти люди? Ну, у нас вообще пост вышел примерно пару недель назад, и заявилось примерно, по моим подсчётам, человек 30. Они причём разными группами едут, то есть кто-то с сегодняшнего дня уже заезжает с палатками, там, в том числе на природе побыть, кто-то едет просто на один день без ночёвки, едут велосипедисты, есть организованная группа велосипедистов. Ну, большинство, конечно, на своей машине, но есть ещё велосипедисты. Это не считая тех, кто ещё на автобусе хотел ехать, их 15 человек. Надо сказать, что добраться, в общем, несложно, на самом деле, до местонахождения. Мы уже это испытывали, да. Это довольно комфортный доезд до Соколи горы. И вот как мы уже сказали, что сама линия местонахождения, это примерно 17 километров, да, в одну и в другую сторону от Соколи горы. Настя, а идея сортировать мусор вот там ещё, она вообще откуда... Ну, странно тебе такое вопрос задавать. Да, почему вы зацепились? Ну, это, кстати, не моя идея. То есть мне уже Леонид сам написал, организатор на месте, да, что у него такая идея, ему хотелось бы, чтобы всё-таки не просто на свалку это перевезти, да, с одного места на другое, так скажем, в природе, да, просто перевестить. Нет, а чтобы это отдать в переработку, поэтому он сейчас там, и, соответственно, они уже, я насколько знаю, потихонечку начинают сборы и с раздельным, ну, то есть в последующем передачи в переработку. Давай мы вот эту цепочку проследим тогда. Значит, можно приехать, можно написать, кстати, в группе ВКонтакте палеонтологического музея, сказать, что мы готовы приехать вот сейчас поволонтёрить. Волонтёров ждали всё лето и ждут, и сейчас можно поучаствовать. Ну, чтобы было понятно, что вы приедете. Второе, взять с собой... Можно писать нам. Можно писать, скажи, в которую из ваших групп? Вятка без мусора? Вятка без мусора, да, да, да. Да, потому что просто нужно определиться, с чем вы приедете, с палатками, без палаток, наверное, при таком количестве людей всё-таки со своими палатками, потому что, в общем, волонтёрам, когда приезжало 2-3 человека, предоставлялась палатка, а сейчас вот как бы со своим. Третье, чтобы понять, где находятся сейчас эти люди, куда они переместились. Дальше вы поучаствуете в разборе мусора, познакомитесь, песни, костёр, палеонтологи, рассказы. А дальше, Настя, скажи, когда всё рассортируют, да, там какие-то... Что у вас будет происходить? Какой-то мастер-класс? Потом кто, кстати говоря, этот мусор забирает и вывозит? Мы на автобусе это вывезем, на том, собственно, на котором приедем, на нём уже обратно всё и выведем. Это 25-го числа вы приедете, и ты даже уедете. Спасибо большое. Мы вас подведем без ночёвки. Всё, всё понятно. Настя Скурихина, «Ветка без мусора» была с нами. Встречайтесь с Настей на этой неделе 25-го в местохождении париозавров под Котельничем. А мы сейчас пока будем связываться с Леонидом, руководителем проекта со стороны палеонтологического музея. Ну вот смотри, Света, ты меня поправляла в прошлом часе, потом в перерыве. Ты хочешь про туризм всё-таки завернуть? Ну вот чем вот этот выезд, не туризм? Ну вот, конечно, конечно, конечно. Этот конкретный выезд и вообще волонтёрство, это да. Волонтёрство, например, с палеонтологами, безусловно, это, конечно, составляющая внутреннего туризма. Я просто хотела акцент сделать, что мы всё-таки не про туризм говорим, про это местонахождение, хотя это важно, а про жизнь палеонтологического музея и палеонтологов. Про жизнь палеонтологического музея. Да, но вообще, Лёш, вы уже который год просто фонтанируете идеями и событиями. Самое главное, что эти идеи и события мгновенно обрастают людьми как-то сразу. У нас есть Леонид на связи, насколько я понимаю, прямо с Соколей горы. На Соколей горе ловят связь. Мы это проверяли, я лично проверяла. Леонид, привет. Здравствуйте. Как у вас там погода, расскажите нам. Сейчас нет дождя, и это прямо прекрасно, потому что, когда мы начинали сегодня работу по уборке мусора, немножко капало. Ага, ну вот недавно мы записывали, тоже расскажем про этот проект, записывали первое интервью с американским, испано-немецко-американским палеонтологом, и вы там задавали вопрос, он вспоминал москитов на Соколей горе. Я скажу, что это важно для всех, кто будет приезжать как турист или не турист. Москитов практически нет в этом году. Да, Лёнь? Факт. Это факт. Да, по сравнению с прошлым годом мы говорим, их меньше реально. Да, но это не отменяет. Может быть, да. Может быть, для тех, кто здесь не был и привык к жизни в городе, покажется, что их много, но на самом деле их практически нет. Даша, задавай свои вопросы. Что сейчас вообще происходит? Чем занимаетесь? Мы с ребятами из группы «Вятка без мусора» собрались сделать хорошее дело, почистить берег Вятки на котельническом местонахождении в районе Соколей горы, деревень Рвачи и Ванюшонки, от мусора. Потому что мусора, к сожалению, остается много от рыбаков, от туристов. И когда вода поднимается к осени, этот мусор весь оказывается в реке, мы же это понимаем. Для того, чтобы этого не происходило, вот мы решили прибраться. И сейчас прямо первая группа волонтеров, которая у нас прибыла, один сотрудник музея с ними и пятеро волонтеров, они начали обход к части берега для того, чтобы собрать мусор. Как настроение там у ребят? Расставили уже палатки? Да, настроение прекрасное. Вчера расставились, погуляли по берегу под дождем, промокли все. Сушим одежду, насколько это возможно, договариваясь с местными жителями где-то в домах у них. А волонтеры, вот ребята, кто приехали, они большинство впервые или это те, кто, может быть, я не знаю, постоянно участвует в каких-то вот, на экскурсии ездит? Ну, у нас так, в 50-50 примерно, достаточное количество ребят, которые здесь впервые, как минимум четверо точно впервые приехали. Мне просто интересно, есть ли или будут ли среди волонтеров люди, кто, например, уже был на месторождении, может быть, весной или позднее местонахождение, увидел вот эту картину печальную, что там вот этот мусор, например, выносит, и когда услышал, что вот решили люди собраться и прибрать сразу я вперед? Ну, такие люди тоже есть, да, такие люди тоже есть, но мы так надеемся, что они уже становятся у нас, в принципе, регулярными волонтерами и на разведку, и на раскопки, и на приборку тоже. Потому что, скажем, оценивая необходимость в приборке, мы сейчас себе представляем, что 2-3 раза за лето будет, наверное, достаточно большой приборки. А на разведку и на раскопки, конечно, хочется выезжать почаще. Лень, скажи, пожалуйста, да, напоминаю, Леонид Ковардаков, сотрудник Ветского палеонтологического музея, прямо с Соколей-горы, из-под Котельнича, на местонахождении париозавров находится, рассказывает нам о том, как с волонтерами на этой неделе будут прибирать берег реки, где находится местонахождение, сортировать мусор, вывозить его. Я так понимаю, что все-таки идея о том, что не просто прибраться, а сортировать этот мусор, да, она такая, не то чтобы просто так трендовая, это все-таки важная идея, чтобы показать людям, что вы оставляете здесь на месте, да, потому что вот сейчас сказал Леша, что батарейки оставляют. Вот это вот все, хотя, мне кажется, мы уже плеш всем проели, да, сколько ежиков батарейки убивают и сколько лет это длится, но все-таки, да. То есть вот идея по сортировке, это не просто тренд, а вот какая-то все-таки взгляд в будущее из настоящего, что мы делаем, что мы оставляем после себя, и как вы это будете все освещать, а как вы об этом будете рассказывать, где можно будет об этом почитать, посмотреть, как все прошло? Хороший вопрос. Да, конечно, палеонтология, в принципе, она учит смотреть в прошлое, находить там какие-то уроки. А в данном случае, да, еще и смотреть на основы настоящего в будущее. Например, вот очень большое количество свинца каждый год мы находим на берегу, грузила, что-то от охотников остается, и это прямо очень грустно. Как мы расскажем обо всем? Мы, не знаю, замерим мешками или, может быть, килограммами разные типы мусора, которые соберем, сделаем фотографии, всем покажем через нашу группу ВКонтакте, на сайте нашем Суминия.ком разместим статью, ну и со всеми средствами массовой информации поделимся. И у ребят в группе «Вятка без мусора» тоже будет отчет обязательно об этом выезде. То есть постараемся максимально широко об этом рассказать. Да, мы будем за этим следить и будем рады рассказать, забрать впечатление у волонтеров, которые там побывают. Наверное, вообще за все лето, где-нибудь в сентябре встретимся, потому что, напоминаю, что Вятский палеонтологический музей все лето ждет волонтеров на разные работы. И это, мне кажется, действительно офигенный образовательный туризм. Что у тебя не просто такой, знаешь, внутренний туризм, поездить, порыбачить, посидеть у костра, но именно образовательный. Вот здесь вот и раздельный сбор мусора, и время с палеонтологами, участие в разведке, в раскопках. Это... Краеведческий такой компонент тоже. И краеведческий, и палеонтологический, и исторический аспект. Тут все много-много-много связано. Вот чтобы тебя еще... Представьте еще, да, во время поисков мусора найти кость древнего животного. Да, кстати, да. Лень, еще, чтобы про тебя вот сейчас не отпускать, потому что тебе важно рассказать, мы про разные будем проекты рассказывать. Скажи, пожалуйста, несколько слов про наш совместный проект, информцентр по атомной энергии и Вятского палеонтологического музея про сумение продакшн или рекордс. Как... о чем... Да, да. Рекордс в терминологии палеонтологии вообще означает остатки записи, да, которые остаются от каких-то животных в палеонтологической вот этой книге. И, собственно, на русский язык это можно перевести, да, как, собственно, находки. Мы хотим делать палеонтологию для людей понятнее и интереснее, и решили, что хороший способ для этого пообщаться с палеонтологами, чтобы они сказали о себе, чем они занимаются, как приходят в палеонтологию, что их там удерживает, какие плюсы и минусы этой работы, какие находки они делают, какие исследования проводят, и почему это должно быть и может быть важно и интересно для людей, которые, в общем, палеонтологией не занимаются. Поэтому у нас будет такая серия интервью с русскими и зарубежными палеонтологами, которые мы будем в интернете публиковать, да, в наших группах совместно, начиная с августа. Да, и приурочили мы это все к 16 августа, дню палеонтолога, где выйдет, когда выйдет первое такое интервью, но до этого момента мы надеемся записать еще несколько. Может быть, даже доживем до Нового года, а там, чем все, черт не шутит, сумение рекордс разовьется в какой-то продакшен большой. Но это, правда, очень интересно, потому что я наблюдала, как записывал Леонид интервью первое свое, и когда человек сидит, где он сидел, Леонид, в Алабаме? Он у себя дома в Северной Каролине. В Северной Каролине. В США, да. И мы из Кирова, и люди общаются и вспоминают, какие находки были сделаны, как они были описаны. Кстати говоря, вот два вида было описано этим ученым, которые были найдены на котельническом местонахождении, два новых вида. У нас до сих пор описывают новые виды, не до сих пор, а еще перспективные. И там есть, кстати, об этом будет речь там тоже. А все уже персонали известны, кто будет принимать участие в интервью? Нет, еще не все. И, наверное, сейчас мы раскрывать там не будем. Но следующий кандидат уже есть, да? Можешь, Лень, сказать, кто будет следующий в записи? Да, мы планируем с Антоном Ульяхиным, сотрудником Палеонтологического института Московского, который тоже бывал у нас здесь. И, в общем, достаточно широкий круг палеонтологических интересов имеет. А не все вот эти ученые, то есть они прям знают, да, про котельническое местонахождение? Насколько оно вообще известно в мире? Нет, не все из тех, кто будут с нами общаться, бывали на котельническом местонахождении, но все знают, в общем, про него, да. Ну и там такая еще, да, история, которая тебе точно должна понравиться. Мне кажется, ты бы сама мне это сказала, если бы тебе сейчас не сообщила. Англоговорящие, как минимум, англоговорящие спикеры будут иметь два вида пленки, что называется. У нас будет англоязычное интервью и русскоязычное переозвученное интервью. Пока еще переозвучивать на английский язык русскоязычный мы не можем в силу наших возможностей собственных, но чем черт не шутит? То есть мы хотим охватить аудиторию. Это к твоему вопросу о том, насколько широкая аудитория в мире знает про котельническое местонахождение. В общем, задача-то как раз это. Тоже не только сообщить, хотя это очень интересно. Я заслушалась истории, когда палеонтологи рассказывают о себе, о детстве, о находках, о том, как на Бадагаскаре прямо сейчас что-то новое там отрывается и описывается, находится. Очень интересно. Но еще и речь о том, чтобы рассказать широкой аудитории про котельническое местонахождение. То есть если палеонтологи в России и за рубежом знают, то на широкую аудиторию имеет смысл поработать. Да, Лень? Да, конечно, безусловно. Надеюсь, что у нас получится с коллегами из Южной Африки тоже пообщаться, у которых как раз плато Кару тоже еще одно крупное место, связанное с Пермским периодом. Второе местонахождение париозавров. Африканский котельнич, да. Вот два таких в мире. Это африканский котельнич и вятский котельнич. И котельнич. Котельнич-котельнич. Спасибо большое. Африканский котельнич и вятская Кару, да. И вятская Кару, да. Спасибо, Лень, большое. И вам там, даже если промокнете, не скучать. Я уверена, что так и будет. Всего хорошего. Всего доброго. Это был Леонид Ковардаков, сотрудник Вятского палеонтологического музея. У нас есть пять минут до перерыва. Кстати, 211-101. 211-101. Если вдруг есть у вас какие-то вопросы или решитесь вы стать волонтером, прибираться на берегу или помогать в раскопках, вот, пожалуйста, звоните, узнавайте, расскажите, почему вы на это решились. 16 августа, да, День палеонтолога. Что готовите? Будет ли какая-то программа? Самое интересное заключается в том, что это мы еще нигде не анонсировали. И поэтому, да, на радио «Эхо Москвы» в Кирове впервые сейчас будет звучать то, что мы... Ну, на самом деле, официально дата палеонтолога как таковая нигде не задокументирована. Да, раньше мы отмечали ее 14-го числа, но здесь в силу ряда обстоятельств мы решили ее провести 16-го. Это как раз будет в воскресенье. И, да, вот Леонид уже сказал, что наша задача, она же в чем заключается? Рассказать, что такое палеонтология, чем палеонтолог отличается от археолога, чем он отличается от геолога, и вообще в чем специфика этой профессии, этого рода занятий и все такое. Поэтому первый такой праздник мы решили провести следующим образом. У нас будет в течение всего этого дня будет идти цикл бесплатных экскурсий. То есть, а почему нет? То есть, каждый час мы будем проводить экскурсию, в ходе которой будем рассказывать о том, как вообще проходят раскопки на котельническом местонахождении. Да, не все же ездят туда в качестве волонтеров, не у всех есть возможность приехать туда на экскурсию, а узнать, как ведутся раскопки, хочется. Поэтому мы в течение короткой такой мини-экскурсии 15-20 минут покажем, а как же идут сами раскопки. Отличительная особенность в том, что в ходе обычной обзорной экскурсии это очень редко рассказывается, потому что сам механизм раскопок, он в нее не входит. И вторая точно так же бесплатная экскурсия, которая будет в этот день проводиться, мы расскажем о тех ученых, либо тех, которые родились и жили на территории Кировской области, либо, ну, великие и известные ученые в пределах и в масштабах страны, которые работали на территории нашей области. То есть чье имя так или иначе связано с Кировской областью, с Вятской губернией и так далее. То есть про них тоже несколько слов расскажем. Ну и в самом конце, надеюсь, что технически все получится и будет здорово, в формате вопрос-ответ онлайн некой такой трансляции наши научные сотрудники ответят на вопросы наших подписчиков. Это все вы прям вот на один день планируете или как-то по времени раскидано будет? Нет, то есть, да, все правильно. Один день музей работает с 10 до 5 вечера и вот в 10, в 11. То есть каждый час экскурсии? Каждый час, да, да, такая мини-экскурсия. Это знаешь, как ночь музеев, только это будет один день с палеонтологическим музеем. Единственный момент, кстати, хорошо, что вспомнил. Все-таки с учетом эпидемиологической ситуации. Ух, можно выдохнуть. Да, действительно, экскурсии могут проводиться все равно для групп не более пяти человек. Поэтому мы все-таки будем рекомендовать записываться на эти как раз мини-экскурсии. Как записаться можно? Записаться можно любым удобным образом, но лучше все-таки по телефону. Телефон лучше... Озвучивайте, не помните. На самом деле мы не так давно перешли, да, на цифровую АТС, поэтому сменился номер. Я, к сожалению, его еще не выучил. Мы сейчас в перерыве посмотрим и озвучим после перерыва. В любом случае группа ВКонтакте, наш официальный сайт, все контакты, в общем-то, там есть. Ну, я предлагаю немного пораньше уйти тогда на рекламу и через полторы минуты вернемся. Продолжаем дневной разворот. Светлана Занько, Дарья Топузлива, Алексей Торопов у нас в гостях. До перерыва мы говорили о Дне палеонтолога. 16 августа, который в этом году отмечают. Сразу три события приурочены к нему. Будут бесплатные экскурсии каждый час в палеонтологическом музее, где очень подробно расскажут, как раскопки проводятся, собственно, как копать. Как копать. Это, на самом деле, очень интересно. Вот я тут не раз уже говорила, что этим летом как-то мы даже с мая месяца и даже раньше активно с палеонтологами работаем. Но это в свете моей новой специализации в информцентре по атомной энергии. Все-таки популяризация науки не могла нас не привести в палеонтологический музей. И я там даже была как раз с момента, я имею в виду, что не в музее, а на месте, на местонахождении, в первой экспедиции, когда еще только разведка шла. И буквально в первый же день нашли место с небольшим скелетом, небольшого париозавра. Вообще париозаврики очень клевые. У меня вот здесь есть отчет с первой областной конференции для школьников. Они такие, посмотри, называют, это же щекастые ящеры. Такая, знаешь, такая жаба в панцире, я бы сказала. Я жабы люблю, люблю таких жаб, но очень мило. И поэтому, конечно, есть о чем рассказывать и чем делиться с палеонтологами, говоря о местонахождении. Но вот не зря же Алексей Торопов, директор музея, который здесь с нами находится, упомянул, что мы будем рассказывать не только о местонахождении, о раскопках, о палеонтологии, но в своих просветительских программах говорят и о других научных направлениях, например, чем геология отличается от палеонтологии. И при этом сотрудники музея палеонтологической с геологами, конечно, очень плотно сотрудничают. Извините, сотрудники сотрудничают. Работают. Вот прямо сейчас в районе Вятских полян один из наших замечательных друзей, Владимир, сопровождает экспедицию, поправьте меня, если я ошибаюсь, из Питера, да, которая находится еще раз в районе Вятских полян и составляет геологическую карту российских регионов, в частности, описывает геологию этого района. И с нами на связи Людмила Семенова. Людмила Римовна, добрый день. Добрый день. Здрасте. Опишите, пожалуйста, место, где вы сейчас находитесь, в каких условиях, какая у вас там погода, в конце концов. Ну, мы сейчас находимся на левом берегу Вятки, в районе Красных полян. Погода хорошая. Находимся в Сосновом Бару, на высокой террасе Вятки. Вот и определяем, смотрим ее происхождение, пытаемся определить по формам рельефа, описываем и описываем отложения, которыми она сложена. Ваша задача, задача вашей экспедиции нынешняя какова? Каждые примерно 30 лет на всю территорию России обновляется государственная геологическая основа. И вот пришла очередь листа О-39, которая охватывает и Кировскую область. И надо сказать, что эта территория, это последняя, которая обновляется на Европейской России. Вся остальная территория уже обновлена. Наша задача была в предыдущие два с половиной года выяснить, что необходимо, какие вопросы необходимо уточнить в строении геологического. И были поставлены задачи по медистым песчаникам, а особенно по геологии рыхлых четвертичных образований, потому что было много точек зрения. И мы сейчас и занимаемся выяснением генезиса, то есть происхождения и состава четвертичных образований. А почему это так важно? Вот как понять простому человеку, Светлана еще что-то с сильным видом записывает? Четвертичные образования писать, почему так важно? Почему это так важно? Потому что на четвертичных образованиях мы с вами рождаемся, и в конце концов в них же мы и уходим. То есть все строительные сооружения, большая часть гидрогеологических горизонтов, экология, все это очень тесно связано с четвертичными отложениями, с составом. И именно имея хорошую карту, можно спрогнозировать, как поведет себя территория в тех или иных изменившихся условиях, в том числе климатических. Насколько мы понимаем, экспедиция ваша, или вы лично уже не первый раз находитесь в нашем регионе, приезжаете в наш регион? Да, да. В прошлом году мы занимались северными районами О-39, севернее Кирова. И после того, как были отобраны пробы, были уточнены, была уточнена стратеграфия пермских отложений, это до четвертичных и четвертичных. Но часть анализа выполняется и сейчас. Мы же сначала вот просто просматриваем все, смотрим, потом выбираем места, где можно изучить разрез. Чтобы его изучить, этот разрез, это нужно выкопать, расчистить хорошую площадку, площадку, канаву сделать. И уже оттуда, описав это все сантиметр за сантиметром, отбираются разные пробы на абсолютный возраст, на палеонтологию. Вот примерно так. Да, на палеонтологию это нас интересует. В разрезе нашего сегодняшнего эфира мы знаем, что с вами находится там Владимир Масютин, наш большой друг. Я, как минимум, его поклонница большая. Владимир просто сопровождает экспедицию, решает задачи палеонтологического характера, да, сейчас там просто, не знаю, он с вами рядом или нет? Ну, сказать просто сопровождает, это, конечно, ничего не сказать. Во-первых, он, конечно, знаток региона. И, конечно, мы во многом ориентируемся на те разрезы, на те места, которые ему уже известны. Во-вторых, если вот у нас что-то мы там находим такое, что относится к древним жителям нашей планеты, конечно, мы стараемся, чтобы он это посмотрел. То есть он наша, можно сказать, так уж получилась путеводная звезда в этом сезоне. Удалось ли найти какие-то интересные действительно вещи, которые Владимир сложил к себе в карман немедленно? Я просто наблюдала эту историю, да, когда бывала на выезде как раз с Владимиром Масютиным. Смотришь какой-нибудь камешек, просто так обсуждаешь, так вот он заинтересуется, раз смотришь, уже исчезает в глубоких карманах Владимира. Ну, знаете, вы подали ценную мысль. Я сегодня вот вернусь домой и проверю все его карманы. Да, ну, я знаю, что вот с Владимиром предварительно общались, знаю, что действительно и подружились, и уже пригласили его к себе туда, да, в замечательные карельские просторы. Насколько вообще плотно геология и палеонтология связаны, насколько часто геологи и палеонтологи в совместных экспедициях встречаются и работают над каким-то одним вопросом? Вот в геологии есть несколько фундаментальных направлений. Это стратеграфия, это магматизм и метаморфизм. Вот три, то, что касается пород. Так вот, все то, что связано со стратеграфией, это все опирается, во-первых, на палеонтологию. Опирается именно, определяется ею. Мы поняли, что это неотъемлемая часть. Это неотъемлемая часть геологических изысканий, да. Да, Людмила Римовна, надо будет нам прощаться, но под конец все-таки не до конца я, Даш, представила себе экспедицию. Сколько человек и откуда приехало сейчас вместе с вами там находится? Вятский Поляна. Ну вот, не считая меня, еще девять человек. Причем нас пять человек, нет, шесть человек из Санкт-Петербурга. Вот Владимир, мы его уже считаем членом своей экспедиции. И двое студентов из Кирова, географы. Очень, очень хорошие, очень такие любознательные, очень умные. И вообще настоящие такие мужчины, мальчики. Очень, очень повезло студентам. Спасибо большое, хорошего вам дня, да, хорошей, комфортной работы. Меня, знаете, всегда удивляло, у меня просто очень много одноклассников, кто изучал геологию, нефть, газ, бокситы, и все, у них было очень много геологии. То есть они постоянно об этом говорили, о каких-то древних рыбах, еще чем-то. И они очень часто говорили вот эти цифры 30-40 миллионов лет назад. И думаешь, так, подожди секундочку, 10 миллионов туда-сюда? Что с вами геологами не так? А здесь то же самое, кстати говоря, вот про местонахождение париозавров, когда мы говорим наших, что там, сколько там пунктов, 7 или 8, да? Около, около, да. И между ними расстояние в миллионы лет, понимаешь? Что же, так вот, ты идешь тут, этот на миллиончик лет моложе, этот постарше на несколько, и это все у тебя под ногами. На самом деле местонахождение там париозавров вятских, оно уникальное абсолютно, потому что каждый год река подмывает берег и вымывают все новые и новые кости, и их описывают, слава богу. А поскольку развиваются методы описательные, да, и технические возможности меняются, то чего только сейчас не описывают. Например, описывают строение клеток, а еще, об этом будет один из наших эфиров, по-моему, вот следующий как раз спикер, я имею в виду, Summary Records, изучает даже поведение животных тех периодов по останкам укусов, по отпечаткам укусов на костях. То есть кто тебя укусил, как укусил, с какими целями, как часто. Ну, то есть вот... А резерв вообще местонахождение, он каков? То есть сколько лет там еще, вот как-то прикидывали, сколько лет там еще можно будет активно проводить работы? Ну, на самом деле копать можно еще, ну, лет десяток, полтора, можно было бы сказать, что смело. Другое дело то, что мы начали наблюдать, опять же, некоторую проблему. Из-за того, что возникают осыпи и насыпи, скажем так, это на берегу, и ивняк начинает разрастаться. И это все приводит к тому, что костеносные слои, они оказываются заболоченными, затянутыми современной как раз растительностью. Поэтому в настоящее время вот мы ведем, так сказать, переговоры с Министерством охраны окружающей среды и рассматриваем некие такие планы по очистке местонахождения именно уже от растительности. Потому что территория местонахождения, она является охраняемой территорией, и любую деятельность, там хозяйственную какую-либо, там вести строго-настрого запрещено. Поэтому все-таки соблюдать законодательство нужно. Поэтому ищем способы для очистки, ну, вот именно как раз этой территории. Не только от бытового мусора, но и от того, чтобы предотвратить именно его зарастание. То есть волонтерам и волонтерам, и на следующий год еще найдется чем заняться. Вот смотрите, да, получается, что если вот с учетом тех новых методов, да, Свет, которые ты описываешь, ведь работать можно не только с будущим материалом, но и с прошлым, то есть с тем, что уже выкопали, можно же еще раз исследовать. Да, дело-то в том, что, конечно, да, но суть-то в том, Даш, что кажется, что все уже откопали и нашли, а нет, находятся новые кости. То есть описывают какие-то виды все новые? И описывают новые виды. Конечно, с базой можно работать, и так и происходит, но тебя же влечет к новым каким-то там, да? А из берега они все лезут и лезут. Они все лезут и лезут, эти кости. Так, смотрите, у нас есть еще немножечко времени, чтобы мы рассказали буквально в двух словах про международный день. Фоссилий в ноябре и областную конференцию тоже. Ну, минута буквально, да, я думаю, просто потом еще раз соберемся по этому поводу, а сейчас так вот, каратенечко. По 30 секунд на каждую. Замечательно. В Америке был однажды принят такой день, международный день Фоссилий, в котором отмечаются как раз, который бы приурочили ко всем находкам, ко всем палеонтологическим находкам. И, ну, на самом деле, этот праздник более чем с нами связан. И для себя мы решили, что почему бы его не провести и в стенах нашего музея. Однажды, в 2018 году, мы его уже проводили, поэтому в этом году мы его еще переработаем, продумаем, сделаем его максимально необычным и интересным. И будем надеяться, что этот праздник точно так же станет ежегодным. Но что касается конференции, то это наша маленькая гордость. В прошлом году мы впервые провели нашу первую областную конференцию для школьников. Было шесть очень сильных работ. На самом деле, я не ожидал, что будет такой уровень, такое качество и такая подготовка. Пять команд ребят приехали, выступили на лучшей, с моей точки зрения, площадке в космическом центре, в конференц-зале. Нам это понравилось, и мы решили точно так же проводить эту конференцию ежегодно. Поэтому, если вы учитесь в промежутке с пятого по одиннадцатый класс, и вас влечет палеонтология и геология, обязательно заходите, участвуйте, и мы вас опубликуем в крутом сборнике. Алексей Торопов, директор Вятского палеонтологического музея. Мы со Светланой прощаемся. Всем хорошего дня. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин